с утра идем в капеллу медичи мы практически одни из первых посетителей хорошо не будет много туристов спустимся вниз это крипто медичи склеп с низкими сводами и надгробиями великих князей медичи их жен и близких родственников почти все захоронение семьи медичи находится здесь в этой крипте под главным алтарем базилики сан лоренцо похоронен козима медичи старый и находится гробница великого флорентийского скульптора донателло генеалогическое дерево семьи медичи скульптура анны марии луиза де медичи она завещала флоренции собрание произведений искусства принадлежавшие ее семье с условием что никакая часть из этих коллекций никогда не покинет пределы в городе коллекция костей в дорогих упаковках поднимемся по лестнице в часовню принцип все шесть саркофагов пустые тела находится внизу когда я зашел сюда у меня открылся рот от увиденного и как я потом понял не только у меня одного у всех людей которые заходили сюда открывался рот и они столбенели на какое-то время великолепное зрелище пол выполнен из различных цветов и оттенков различного мрамора а потолок купола очаровывает все слова здесь будут лишними нужно только смотреть молча наслаждаться этой красотой а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два военных трофея, выполненные Сильвия Казини близким учеником Микеланджело Какие-то червяки вылезают вместо головы Были частью раннего проекта украшения капеллы, который остался незаконченным В 1520 году создание ризницы было поручено Микеланджело, который работал над ней в несколько этапов до тех пор, пока окончательно не переехал в Рим в 1534 году Позже, по приказу Козима I, Джорджи Вазари и Бернардо Бонталенти придали ризнице ее нынешний облик Мадонна Медичи со святыми Космой, слева, и Дамианом справа Фигуры святых сделал не Микеланджело, а Монтарсоли и Рафаэло де Монтелупо Гробница Джулиана Медичи В прямоугольной стеной ниши фигура Джулиана, сидящего молодого флорентинца, а в одеянии римского патриция с непокрытой головой Под ней расположен саркофаг, на валютах которого две аллегорические фигуры Женская ночь и мужская день Ночь спит, опираясь склоненной головой на правую руку Под левой рукой у нее маска, возле бедра сова День бодрствует, он опирается на левый локоть, полуобернувшись к зрителю таким образом, что половина лица скрыта его мощным правым плечом и спиной Лицо дня проработано эскизно, не окончено Гробница Лоренцо Медичи Две фигуры мужская вечер и женское утро Вечер склоняется ко сну Утро пробуждается На алтаре 16 века стоят два монументальных канделябра, спроектированных Микеланджело, но сделанных позже, другими Тот, что справа был сделан Сильвия Казини в 16 веке А тот, что слева, датируется 18 веком И является работой Джиралама Тиччати Алтарное убранство завершается бронзовым распятием тонкой работы, приписываемым Джамбалонье и четырьмя медными подсвечниками 17 века Сохранились эскизы Микеланджело Как всегда на выходе магазин сувениров Фасад базилики Сан-Лоренцо И по сей день так и остался незавершенным Любимый вид транспорта жителей Флоренции Велосипеды, мотоциклы и мотороллеры Мотоциклы и мотороллеры создают достаточно большой шум в городе После перерыва на кофе с булочками Направляемся в музей оперы Ди Санта Мария Дель Фьори В музее выставлены оригинальные шедевры собора Санта Мария Дель Фьори Здесь сохранились подлинные шедевры искусства От Микеланджело до Донателло, Бруни Лески, Гиберти и бесчисленного множества других Первоначальный проект фасада Санта Мария Дель Фьори Двери просто великолепны, изумительно сделаны Санта Мария Дель Фьори Санта Мария Дель Фьори Мадонна, работа Джота Инструменты и приспособления, используемые при строительстве В средние века во Флоренции Санта Мария Дель Фьори 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 Оригинальные барельефы из колокольни Джота Миниатюры, которые можно рассмотреть только через увеличительное стекло. Леонардо де Винчи Средневековые книги с музыкальными нотами того времени Заканчиваем культурную программу на сегодня. Пойдем, поедим, отдохнем. А вечером опять пойдем гулять по городу. После пяти часов вечера отправились на прогулку. В это время года уже в семь вечера темно. Не могли пройти мимо церкви, посвященном Святому Михаилу и Гаэтана. Зашли внутрь. Субтитры создавал DimaTorzok Потом я посмотрел на табличку, на которой было указано, что снимать и фотографировать в церкви нельзя. Но было уже поздно. В городе полно выходцев из Сенегала, которые под любым предлогом пытаются с вами заговорить, подарить какой-нибудь африканский браслет со слоником. Потом вешают вам лапшу на уши про тяжелую жизнь семьи в Сенегале. И навязчиво просят деньги. Учитывайте это, гуляя вечером по Флоренции. Некоторые из них даже знают некоторые слова по-русски. Консульство Сенегала находится рядом. Странно как-то это все выглядит. Также Флоренция полна румынскими цыганами, в колоритных одеждах, просящих милостыню. Не удержался, сфотографировал милых румынских бабушек. На вопрос, вы из Румынии? Да. Одна из них ответила, фраза из кинофильма, бриллиантовая рука. Русо туриста. Облика морали. Видимо, тоже любили этот фильм. По-румынски слова, например, да, баба, лопата. И некоторые другие звучат так же, как и на русском. И имеют тот же смысл. Интересный магазин-мастерская. Перешли на другую сторону реки Орно. Что-то случилось. Я обалдел, когда увидел этих больших карпов, в реке Орно рядом с берегом под рестораном. И никто их не ловит. Я не видел рыбаков. Интересно, почему так? Идем. Пройдемся по древнему мосту Понте-Веке. Изначально здесь находились лавки мясников. Но от них воняло. Позже, по приказу Медичи, мясников заменили на ювелиров. Сегодня тут расположились ювелирные магазины и продавцы сувениров. В продолжении многих веков мост служил местом оживленной торговли. Существует предположение, что именно здесь зародилось понятие банкротства. Когда торговцу нечем было отдавать долги, прилавок, на котором он размещал свои товары, Бэнкоу, разламывался, Рота, стражей, присланный туда. Эта практика стала называться банкорота. Разбитый прилавок, возможно, это название происходит от Бэнко Рота, что значит «разоренный банк». За неимением прилавка торговец уже был не в состоянии что-либо продать. На мосту находится также бюст Бенвенута Чилини. Зашли в ирландский паб. Выпители и пиво. Захотелось чего-то домашнего. Тут было весело. Уходить не хотелось. Но нужно возвращаться. Отдыхать. Завтра нас ждут еще интересные мероприятия во Флоренции. Завтра нас ждут еще интересные мероприятия во Флоренции. Завтра нас ждут еще интересные мероприятия во Флоренции.